Девчонки, всем привет! Добрый привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо за приглашенных читателей! Сердечки летят! Так приятно! Спасибо! Доброе утро! У кого-то утро, у кого-то день, у кого-то вечер уже, наверное. У кого вечер, девчонки, напишите! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте всем! У нас... А где, в каком городе? Ура! В Хабаровске, Дальний Восток. Здорово! Ярославль. Украина. Девчонки, музыка не сильно громкая. Сделать, наверное, да, немножко потише. Привет, Крым! Белые ночи в Питере. Легко одеваться, поехать на море, обниматься на пляжах. Значит, теперь прогулки. Мужчины рядом. Меня зовут Оксана. Нечаева Оксана из города Москва. Так, девчонки, у нас сегодня с вами МК по бабочкам. Вот у меня свой лично мной разработанный курс. Бабочки акриловыми красочками. Сегодня я буду использовать кисточку скошенную. У меня это номер шестерочка. Такая немелкая кисточка. Так. И Рублев номер два. Колонок. Привет, Нижневартовск! И красочки Апоколор. Самые мои любимые акриловые красочки. Итак, мы берем типсик. У меня вот, смотрите, типс с градиентом уже готовый. Я нашла, не стала заморачиваться, что-то новое делать. Так. Привет! И начнем краски показать. Девчонки, краски у меня сейчас вот в баночках. Ну, хотите, покажу сейчас. Подождите немножко. Краски. Апоколор. Не очень похожи на поликолор. У них такая же расфасовка. Но по консистенции они намного мягче. Они такие прям очень-очень приятные, как сметанка такая нежная. Если поликолор нужно будет подготовить, немножечко, может быть, водички размешать, то эти уже готовые. А, видео плохое. Сейчас, сейчас настроим. Сейчас мы тут поймаем. О, поймалась. Где можно купить... Ой, девчонки, не могу вам сказать. Так, 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 ловись. Ловись, рыбка большая, маленькая. Видно или еще поближе сделать? Все, отлично видно. Ну, тогда начнем. Девочки, хочу начать сегодня вот с этой бабочки. Вот, если мы успеем, еще одну какую-нибудь покажу вам. Что на палитре? Еще раз повторите, не увидела? Плохо видно? Вроде хорошо видно. Сейчас я начну рисовать, и мы с вами настроим. Да, кстати, видела. В передвижнике, по-моему. Там, правда, выбор был небольшой. Но кое-где в художественных магазинах есть, да. Что-то про палитру девочки спросили. Повторите, пожалуйста, вопрос. Качество плохое? У девчонки у меня хорошее. Наверное, что-то со связью. Интернет не очень. Дергаюсь. Так, давайте еще разок проверка. Хорошо ли видно? Плохо. Все, давайте я тогда сейчас перезайду. Хорошее? Все-таки хорошее или плохое? Да, хорошее? Хорошо? Хорошо. Все, отлично. Итак, на палитре я набрала две капельки красочки. Зеленая у меня будет и белая. И рядом с красочкой капелька с водичкой. Как двигаете квадратики? Какие квадратики? Скачет немного. Это у меня, видимо, стол дрожит. Так, ну будем надеяться, что я сильно трястись не буду. Итак, смачиваю кисточку в водичке и набираю красочку. На носик кисточки я набираю зеленую красочку, а на пяточку набираю белую. Девчонки, я пока рисую, не слежу за тем, что вы пишете. Чуть-чуть попозже тогда отвечу на вопросы. И растушевываю. Принцип у нас подмалевка бабочки точно такой же, как в китайке. Но, в принципе, нам суперчеткий подмалевок не нужен. Вот. Если будет подмалевок такой немножко даже кривой, то, может быть, даже и лучше будет, эффектнее. Итак, поехали. Я рисую верхнее крыло бабочки. Разворачиваю типсик под кисточку. И точно такое же крылышко я рисую с другой стороны. Растушевываю красочку с одной стороны и с другой стороны. И здесь у нас крылышко полностью не поместится. Ну, у нас половинка за типсик ушла. Посмотрите, я небольшое расстояние промежуток между крылышками дала. Вот так. Еще разок набираю красочку. Растушевываю. И буду рисовать с вами нижнее крылышко. Разворачиваю типсик. Не четко? Плохо? Плохо интернет ловит. Но, к сожалению, девчонки, вы уж простите. У меня вроде все четко. Так, как качество? Совсем плохо. Перезайти. Девочки, подскажите. Рисую нижнее крылышко. Девочки, как качество? Хорошо. Лучше перезайти. Хорошо, окей. Сейчас мы сделаем. Хуже стало перезайти. Все, сейчас перезайду, девчонки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...